ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, привет! Мы сегодня в Черноморце. Решили навестить бабулечку. Сейчас мы идем к бабулечке. А потом немножко решили прогуляться по Черноморцу, потому что, в принципе, мы здесь даже не были. Вот, тоже городок находится курортный. Есть свой пляж, море. Погуляемся с вами, посмотрим. Какой-то десертчик такой интересный увидели. А, Саш, это какая-то это, тортик, по тортику. Сейчас тебе покажу, как птички были. Видите, красивенькие. Мы уже близко. В принципе, вот типичный болгарский городок. Даже действительно курортный. Укурортный, это точно отличный. Малоэтажное строительство. Малоэтажное строительство. Смотрите, какое интересное. Заросшее здание. Это кафешка, ты можешь садиться? Божь, включай навиган, не помню. Курортный городок вне сезона. Чисто местное население. Улочки пустоваты, спокойно. Летом, конечно, наверняка другая картина. Как и в любом другом курортном городе. На самом деле это все сдается. Все это сдается под курортные нужды людям. Так, а вот наш хоспис. В прошлый раз я очень мало его сняла, но и сегодня тоже не буду, потому что внутри, по крайней мере, там только подпускной режим. Много лежачих больных. Поэтому, вот балкончики в каждой комнате есть свой балкончик. Мы как раз успели на время встреч. А встречи разрешены только с трех до четырех дня. Бабушка лучше, даже уже сама ходит. Ну, с поддержкой там, с ходунками, но уже ходит. Еще осталась ей одна неделя. И домой ее забирали. А мы с Андреевичем хотим пройти к местному морю, к пляжу. Надо еще посмотреть на расписание, чтобы мы не опоздали на автобус. Только не доберемся до дома. Ух, как красиво здесь. А я не знала, что здесь. Саша, здесь не этот дом такой серьезный. Узкий такой. Узкий домик. Тут вообще кто живет-то, блин. Кто живет-то едами. Что это? Узкий домик. Внутри. Вкусимся? Поехали. Ооо, Саша! Смотри, как красиво здесь. Но летом по любому нет. Места, куда народ даже попал. Маленький даже. Маленький, да. Паша, там посмотрю, какая-то лодка. Это, наверное, опять что-то типа ресторанчиками. Пиратские корабли. Пиратские корабли. В общем, оказывается, в Черноморце есть пристанище. В Созополе точно есть. А этот город в 8 километрах от Созополя. Пиратские корабли. Саша хотел попробовать попробовать водичку. Я не хочу рисковать. Давай, муж, смотри, где у нас автостанция. Море и дрова. Так, всем высоким. Надо быть осторожнее. Можно в трубу прям. Или тушь принять, или башкой воскнуть. ПОДПИШИСЬ. ПОДПИШИСЬ. МОТОРА. Так, ну чисто мои ощущения по этому городку, неоднозначное какое-то новый домик, старый домик, постройка, чередование какое-то. Да, сейчас я сниму интересный этот домик. Вот, то в горку, то с горки, то в горку, то с горки. И дорога не очень. Как бы, ну я представляю, что я хожу здесь не в жару, мне как будто немножечко некомфортно. Солнечный берег, Санепис, мне больше нравится в этом плане. Такой тоже интересный домик какой-то. Пляж что-то такой, я не знаю, наверняка здесь другие пляжи. Эта бухточка не очень понравилась. Так, ну вот мы пришли как-то в вокзал. Наверное, чтобы приехать сюда отдыхать, нет. Скорее. Ну, чтобы узнать, знакомиться с городом, для информации, почему бы и нет. Ой, там детская площадка есть. Да, пушка стоит. А, пушка тоже где-то. Интересно, давай посмотрим. Пушка поближе, пойдем. Вот так. Музыка Он показал. Что было страшно? Вот так вот. Музыка Пожалуй, вот все на сегодня. Сейчас подождем автобус, пойдем домой. Через неделю надо будет опять несколько арминационных моментов по обустройству бабушки, по транспортировке, женщину по уходу за ней, то есть найти, договориться. И все, уже успокоится, что она будет под присмотром. Что у нас еще? 40 минут. До автобуса. Либо мы немножечко... 16-10, по-моему, был автобус, мы совсем чуть-чуть опоздали. Ничего, посидим здесь, подышим воздухом. На ужин буду готовить печень куриную. Детям, может, пиццу закажем, потому что печень не душит. Ничего такого, ничего сложного. На завтра у нас уже запланирована тема, поэтому обязательно заглядывайте завтра в наш влог. Тема будет очень такая, потому что для кого-то очень интересная, для кого-то очень актуальная. Интересная. Даже, может быть, вы думали об этом. Тоже такое сделать. Поэтому на сегодня, наверное, мы с вами будем прощаться. Спасибо большое, что пишите комментарии, что ставите реакции. Мы снимаем влог просто потому, что хотим делиться. Поэтому всем, кому откликается наш канал, очень благодарим вас. Всё, до завтра. Пока-пока.